Дневной рубеж Доказательства тому Дискуссии насчет того, отправлять Инструкторов натовских на Украину Или не отправлять Решение так и не принято, Европа сама его не может принять То же самое, судя по всему, касается С разрешением по нанесению ударов По территории России Накануне, конечно, Столкенберг очень много всего наговорил Но вот сейчас заявления из Италии и Германии Там выступают против нанесения ударов ВСУ с западным оружием по военным Объектам на территории России Включая артиллерийские топливные склады Это пишет издание Политика Уточняет, что на фоне успехов России на всех направлениях Столкенберг настоятельно призывает страны Входящие в альянс снять эти ограничения Против этого предложения выступают власти Германии и Италии Шольц же заявил, что выступает против Этого, потому что хочет предотвратить Перерастание конфликта в большую войну И здесь, наверное, нам стоит Сделать вывод, что Шольц хочет Маленькой войны, но Продолжительной, о чем, собственно, кстати Столкенберг накануне тоже говорил Естественно, формальные слова про то, что Мы поддерживаем Украину в ее борьбе Не позволим войне перерастить в войну Между Россией и НАТО По крайней мере, это позиция Шольц Так он сам сказал А вице-премьер Италии Матео Сальвини Заявил, что о снятии запрета С Киева речи не идет Очень они хотят мира, а не прихода Третьей мировой войны И даже не говорим об этом Уточняет Сальвини, хочу, чтобы Не хочется, чтобы итальянская бомба Начала убивать в странах, с которыми Мы не воюем На самом деле, это, конечно, все просто слова Потому что удары уже наносят И запреты все эти формальные Потому что когда-то, еще совсем недавно Ну, казалось бы, уже в другой жизни Ведь не говорили они, что будут отправлять Оружие на Украину А потом отправляли сначала Джавелины, потом говорили, что танки Не будут отправлять, потому что Немецкие танки не должны стрелять По русским танкам, русским военнослужащим А танки приехали и стреляли Не только немецкие, но и американские Польские и все остальные Так что это все достаточно формально Вопрос лишь времени Когда они признаются, что уже можно Боевикам Зеленского стрелять по территории России Это рассуждение на канале Наполитана Журналиста Аарона Мата Такий раз, когда США запрещали что-то Они соглашались, когда случалось неизбежное Когда Украина терпит поражение Как это было с ракетами Атакамс Или как это было с американскими танками Которые Соединенные Штаты не хотели отправлять Теперь Украина просит помощи Соединенных Штатов Для ударов по целям внутри России И судя по тому, как развиваются события Надо полагать, это разрешение будет дано Это жизнь в параллельной реальности Когда разрешение есть, но вроде бы как его еще нет Вроде бы танки есть, но какое-то время их формально не было То же самое, наверное, с самолетами Ф-16 Проблема, конечно, в том, что вряд ли это оружие И не вряд ли совершенно точно Как-то сможет изменить ситуацию В военном противостоянии киевского режима В зоне специальной военной операции И как-то может помешать создать Ту самую санитарную зону Очищенную от нацизма Но для западной аудитории Для украинской в том числе, конечно И, возможно, для какой-то части российской На нас это тоже нацелено Должна существовать параллельная реальность Где нет никакой правды, но есть те самые нарративы Запада Нарративы довольно недавно появившиеся понятия О котором, кстати, неплохо рассуждает писательница Немецкая журналистка Габриэль Кроншмальц О том, как с помощью этих нарративов Европу готовят к войне Прививают мысль, что они будут воевать Возможно, вы уже задумывались о том Откуда в общественных дискуссиях Вдруг появился этот термин – нарратив То, что раньше называлось правдой Уже давно зовется нарративом Один из аспектов использования нарративов Заключается в том, что в зависимости от страны Существуют хорошие и плохие Ложные и правдивые нарративы Наш собственный, конечно же, всегда хороший и верный И едва ли кто-то понимает, что, используя термин нарратив Мы дистанцируемся от сути Ведь если бы это было нечто вроде правды То это не называли бы нарративом Нарратив означает не что иное, как рассказ Нарративы разрабатываются целыми пиар-отделами Особенно в кризисные времена Это связано с тем, что за счет нарративов Можно передавать как рациональные, так и эмоциональные послания Что позволяет заставлять людей воспринимать происходящее определенным образом Один из важных современных нарративов заключается в том Чтобы заменить образ врага в лице Советского Союза На образ врага в лице России И нагнетать страх перед возможным нападением России Уже за пределами Украины Чтобы население без каких-либо сомнений Поддержало те огромные усилия Которые требуют от нашего общества Война на Украине И это не первый случай в истории Когда образ свой-чужой И демонизация противника Используются для подготовки общества к войне Готовят они с помощью этих своих нарративов Общество европейское, в том числе к войне Естественно, подразумевая Что американскую часть этого общества Война не коснется Ну так они, по крайней мере, думают Там у себя в Вашингтоне Управляя этими самыми нарративами Насаждая их для европейцев Где одна история может быть обозначена Совершенно разными вот этими самыми нарративами Даже если они абсолютно противоречат реальности И не имеют никакого отношения к правде Ну вот нарративы Макрона Совершенно дикие и парадоксальные О том, что Евросоюз хочет, чтобы победила Украина Но при этом Евросоюз и НАТО не воюют с Россией Мы европейцы не воюем с Россией и с российским народом Нет Но мы не принимаем авторитарную ревизионистскую Власть, которая решила поиграть с будущим Европы Строя мечты об империи, развлекая свой народ Возвращая нас в худшие времена 20 века Нет, мы не воюем с Россией и с российским народом Мы европейцы хотим мира, устойчивого мира Такого мира, который позволит украинцам защитить себя Который будет выбранными и согласован Который будет уважать их суверенитетно-международное право Мы хотим устойчивого мира Мир не будет означать капитуляции Украины Это будет мир, который выберут сами украинцы Он жестикулирует практически как известный усатый персонаж Из того самого 20 века В итоге останки которого сожгли в Берлине в 45 году Называть, наверное, уточнять фамилию не стоит Очень похоже И в европейских лидерах в последнее время Это жестикуляция И, наверное, конечно, когда он говорит о мире О том, как он хочет мира Стоит ли напоминать, что для этого всего лишь достаточно было не поставлять оружие И тогда бы не было вообще никаких боевых действий И на суверенитет Украины покушался исключительно Запад Потому что Украину нужно было сделать своим вассалом Для того, чтобы это стала территория, воюющая с Россией А чтобы поддерживать эти нарративы Совершенно ложные, но, видимо, действенные Для многочисленной западной аудитории Периодически надо вытаскивать Не только таких персонажей, как Макрон Но и пассажиров поменьше Представители карликовых государств Накануне про них напоминали Это те самые прибалтийские вымираты Вот президент Латвии Ренкевич Очень хочет, чтобы Киев бил западным оружием по России Мы видим последствия того Что мы не отправляли оружие Украине А потом наложили на него запрет На удары по военным целям в России Мы не говорим о городах и мирных жителях И, конечно, спустя два года И четыре месяца войны В Украине серьезные проблемы Никто не должен удивляться Тому, что Россия Продвигается на линии фронта И призывает он Наносить удары В том числе и Как его коллеги Кая Каллас Это уже Эстония Тоже рассуждает о победе над Россией Украина должна выиграть эту войну Россия должна понять, что проиграла Это наш план А, Б и В Слава и санкции важны Но их мало Украине нужно оружие Боеприпасы, обучение Нужна финансовая, экономическая поддержка Все это нужно сейчас Наша роль и обязанность Не только продолжать, но и усилить Нашу поддержку Украины на всех фронтах И что интересно Их всех сейчас активно Вот предыдущий оратор Выступал даже на СНН Вытаскивают специально в это Медиапространство Чтобы они поддерживали Эти совершенно безумные нарративы Правда, после того, как Литовец выступил С такими же агрессивными словами Уже глава МИДа Венгрии Сиярд Обвинил его просто в агрессии Сказал, что это исключительно Про военный политик Несмотря на фразы, которые В их речах звучат Про мир, про суверенитет Они ведь на самом деле все про войну И Сиярд назвал Литовца одним из самых Провоенных политиков Среди глав МИД стран ЕС Сегодня, как он признался Была у них жесткая дискуссия И как бы на меня кто-то не кричал Как бы кто-то не был агрессивен Я все равно буду Именно я буду за мир Сказал Сиярд Но как раз именно такие, как Сиярд И такие, как Орбан Записаны в агенты империалистов То бишь в сторонников России Но в этом смысле Западный мир Он застрял в глубоком прошлом Даже не в 20 веке В который возвращает Макрон Обвиняя в этом почему-то Россию Хотя именно немецкие танки Идут по российской земле Как в 20 веке Пытаются ее завоевать На самом деле Можно отсыл сделать еще глубже Эти же их нарративы Отправили их даже в век Скорее в 19 Когда действительно у России Были большие проблемы В том числе, например, в Крыму История такая была 1854 год 1800, разумеется Дуглас Макгрегор Неглупый вечер Рассказывает про историю Иногда я думаю, что британцы и французы Застряли в мире, которого нет Думают, что они в 1854 Разбираются с крымским кризисом Что Россия не в состоянии Ответить, что было почти правдой В 1854 Что Россия прекратила Попытки двигаться на запад И практически сложила руки В Крымской войне Тогда причина была В огромных проблемах Снабжения войск в Крыму Но сейчас-то все не так Россия это современная Научно-производственная мощь С огромными ресурсами И бесконечными Военно-промышленными возможностями Сейчас у России Бесспорно лучшая Крупнейшая закаленная В боях армия Лучшая в мире А добавьте сюда ее ракетные И стратегические войска Авиация Пилотная и беспилотная Все это в высшей степени готовности Я вот к чему все это Русские заявили Первыми они не применят Ядерное оружие Но глядя на все Они постепенно Убеждаются, что мы абсолютно Серьезно собираемся Вторгнуться на Украину Они наблюдают Аккумулирование сил В таких странах, как Литва, Польша, Молдова и Румыния И говорят Они сумасшедшие И думают Ну и как их Отповадить от этого Как их убедить В том, что мы Серьезно Один из способов Сделать все Предельно понятным Это Конвенциальные боеголовки Быстро заменить На Ядерные боеголовки Говоря о тактическом Ядерном оружии Мы обычно Говорим о чем-то В 5 килотонн Либо меньше Россия ясно сказала Это наша территория Наша территория Но они делают вид Что не понимают И конечно У среднестатистического Европейца Периодически возникают Вопросы А куда Все эти деньги Ради чего Русские все равно Продвигаются И никак не удается Добиться той самой победы Для киевского режима О которой Они все говорят Все эти шольцы Макроны и прочие Вот Макрон тут На днях Осмелился выйти в люди Во время своей Поездки По Европе В Берлине Он сейчас На переговорах С Шольцем Вышел в люди И получил Очень неприятные вопросы Трудные Почему Платим миллионы Украине А для нас денег нет Макрон Можно вопрос Пожалуйста Пожалуйста Вижу у вас здесь Много поклонников Но большая часть Франции сейчас страдает Почему у нас есть Миллионы Чтобы отправить их На Украину И ничего Чтобы дать Французскому народу Можем ли мы знать Это реально вопрос Я дам вам Реальный ответ Хорошо Дайте мне ответ У нас есть государственная политика Мы много помогаем Франция одна из тех стран Которая помогает больше всех Я знаю что некоторым людям Очень трудно На Украине на карту Поставлено наше будущее И это нормально Что все европейцы Союзники Украины Франция всегда была рядом А тем временем Французы голодают 11 тысяч бутылок шампанского В Елисейском дворце Для кого они? Это для защиты Украины? Вопрос Думаю вы не понимаете Что бензин сейчас стоит 2 евро Понимаете что люди больше не могут выживать Разве вы не понимаете этого Месье Макрон? Неужели вы не понимаете Месье Макрон? Макрон Думайте в первую очередь О французском народе А потом уже о других Вот такие вопросы Совершенно неудобные Вообще на самом деле Действительно Ведь и у нас в стране было принято Долгое время думать Что это там в Европе Такая комфортная Жизнь в достатке Но судя по таким беседам Это уже давно не так И это не какая-то российская пропаганда Это рассказ женщины Русскоязычной медикой Из Германии Живет она там И все наблюдает Как Куда катится уровень жизни Европейский Некогда достаточно действительно Комфортный бы в прошлом Немцы То есть которые имеют профессию Вот у меня коллега Вот она заканчивает Будет врачом И год там назад Она даже об этом не мечтала А сейчас они собираются И ее муж Он работает на заводе В Энгольштате Вот Они собираются Сменить страну Она сказала Перспектив здесь нет У них есть свой дом У них все обеспечивается Нормально То есть все Но она собирается Они говорят Потому что будущего У Германии нету Она говорит Потому что здесь Очень маленькие зарплаты Выжить просто будет Скоро невозможно Вот послушайте Ребята Человек Который год тому назад Он совсем другое мнение имел Сейчас совсем И это я Это чаще Я стала слышать От молодежи Те которым легко Подняться Сорваться И поехать И то что Сейчас очень много Вот у меня Среди медиков Собираются уехать В Швейцарии Это просто бунт У нас В моем Обществе То есть в моем Контактах Я просто удивляюсь Это такое массовое Более того Как рассказывает Эта же женщина Уже и украинские Беженцы подумывают О том Что не совсем туда Они бежали Германия и Польша Не слишком уютные страны Потому что Комфорта там Ожидаемого Европейского Не получилось Безвист Нет от него никакого толку Думают Либо дальше Перебираться Например в Испанию Либо возможно В Россию Правда есть напоминание Для таких же Слишком уж Патриотичных Украинцев Что если в прошлом Есть какие-то Гришки Русофобские То они могут всплыть В России И тогда вряд ли Это обернется Чем-то хорошим Но Европейцы Коренные Если есть такое Понимание Они действительно Не понимают Почему Миллиарды Выделяют Для киевского Режима А вот эти Медики Вынуждены Перебираться Куда-нибудь В Швейцарию Да потому что Просто им На смену Приходят Другие Специалисты Не такие Дорогостоящие Готовые Работать За меньшую Копейку Ну Бербак Например Вообще Тут унесло В направление Психиатрического Отделения Потому что Заявила она Как-то что Выделили они 60 миллионов Евро На помощь Жителям Востока Украины Мы хотим Мира Чтобы обеспечить Мир Необходимо Поддерживать Украину На всех Уровнях Она должна Быть способной Обороняться Защищать Жизни Экономическая Поддержка В рамках Готовящейся Конференции Необходимо И дальнейшая Гуманитарная Помощь Для этого Правительство Германии Предоставляет Дополнительные 60 миллиардов Евро В первую очередь Для востока Украины Ведь там Ситуация По-прежнему Следующая Ничего нет Люди страдают Уже два с половиной Года Под российской Террористической Окупацией Совместно С международными Организациями Мы пытаемся Доставить Гуманитарную Помощь Туда На восток Украины То есть Это они На освобожденные Территории Оказывается Куда-то Помощь Поставляют Куда Правда Они потом Исчезают Те же самые 60 миллионов Евро Совершенно Невероятно Но это тоже Результат Работы Нарративов Ложных И ничего не имеющих Никакого отношения К правде Ну как вот с Байденом Который заявил Что оказывается Американцы Спасли мир От фашизма Успеем дать Долго Долго Кредо 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 Солдат Кредо Поколения Солдат Павших В боях На землях Вокруг нас Павших Героев Всех Основных Конфликтов В истории Чтобы защитить Нашу Независимость Сохранить Союз Победить Фашизм Создать Сильные Альянсы Выкованные Из огня Двух Мировых Войн Представители Величайшего Поколения Через неделю Будет 80 лет С того дня Как высадились На пляж Нормандии Освободили Континент И буквально Спасли мир Спаситель мира Оказывается Выступал перед нами Но в нашем МИДе Уже конечно Высказали мнение Что странно было Ожидать чего-то другого От тех Кто финансирует Неонацистский режим В Киеве Поставляет ему оружие Вряд ли конечно Стоило ожидать Что они Вспомнят Хотя бы Одним словом Участие Об участии Советского Союза И о том Кто действительно Победил Нацизм и гитлеровскую Германию На этом все Дневной рубеж Говорим о главных событиях Дня До завтра Дневной рубеж